Здравствуйте! Тема урока «Движение. Примеры относительности движения давления твёрдых, жидких, газообразных тел». Сегодня на уроке научитесь приводить примеры и пояснять относительность движения, научитесь различать давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Среди различных явлений природы, происходящих вокруг нас, мы постоянно наблюдаем движения различных тел. Однако увидеть его можно только в сравнении с другими телами. Мы не можем сказать, движется тело или нет, пока не укажем по отношению к какому-либо предмету или телу, принимаемому за неподвижное, рассматривается движение данного тела. Вода в реке движется относительно берегов. Пояс движется относительно полотна железной дороги, мальчик, сидящий в поезде, движется относительно гор, а относительно человека, сидящего напротив, мальчик не движется. Если ученик движется по классу, то его движение будет рассматриваться относительно парт и учащихся, сидящих за ними. Мы видим пояс, движущийся по прямой линии. Давайте предположим, что железнодорожная станция – это наше тело отсчёта. Положение поезда по отношению к станции изменяется с течением времени. Для того, чтобы определить положение поезда в данный момент, мы должны представить себе ось Х, которая начинается в точке нашей системы отсчёта. Положение объекта, расположенного на прямой линии, может быть установлено определением расстояния между объектом и началом системы координат. Расстояние – это координата положения объекта. Изменение положения тел и его частей относительно друг друга и с течением времени называется механическим движением. Для описания механического движения вводится понятие относительность движения и тело отсчёта. Относительное движение – это движение точки или тела относительно тело отсчёта. Положение объекта, расположенного на плоскости, может быть установлено по двум координатам Х и У, которые определяют расстояние от объекта до двух перпендикулярных линий, известных как оси системы координат. Для того, чтобы установить положение объекта, расположенного в трёхмерном пространстве, нам нужен набор из трёх координат – Х, У и З. Координаты определяют расстояние от объекта до трёх перпендикулярных плоскостей, которые составляют так называемую трёхмерную систему координат. Тело отсчёта – это тело, по отношению к которому задаётся система отсчёта. Например, положение зайца в поле можно определить, указав, что он находится на расстоянии L1 от охотника. В то же время можно сказать, что заяц расположен на расстоянии L2 от ели. Это значит, что расположение тела относительно. Оно различно относительно разных тел отсчёта и связанных с ними разных систем координат. Но относительно не только положения тела, относительно и его движения. При описании характера движения тел, любое тело можно принять за тело отсчёта, но мы выбираем то, которое является наиболее удобным для описания данного движения. Когда мы сидим на стуле в классе, мы не думаем о том, движемся ли мы. Когда кто-то спрашивает нас, движемся ли мы, очевиден ответ, что мы в состоянии покоя. Однако, поразмыслив, можно прийти к противоположному заключению. Мы понимаем, что мы движемся вокруг Солнца вместе с Землёй. Вам хорошо известно, что любое вещество в природе может встречаться в твёрдом, жидком, газообразном состояниях. Наглядным примером этому служат лёд, вода и водяной пар. Многочисленные опыты учёных показали, что молекулы воды, льда и пара одинаковы и не отличаются друг от друга. Между частицами, из которых состоят вещества, есть промежутки. Три состояния одного и того же вещества отличаются не молекулами, а тем, как молекулы расположены и как они движутся. В газах расстояние между молекулами намного больше размеров самих молекул. На таких расстояниях молекулы очень слабо притягиваются друг к другу, поэтому газы не сохраняют форму и объём. Нельзя наполнить газом баллон наполовину. Газ быстро заполняет весь сосуд. Молекулы в жидкости не расходятся на большие расстояния, и в обычных условиях жидкость сохраняет свой объём. Но жидкость не может сохранять форму из-за слабых сил взаимодействия между молекулами. Вот почему её легко перелить из одного сосуда в другой. Молекулы твёрдых тел взаимосвязаны и движутся около друг друга. Этим объясняется то, что твёрдые тела сохраняют форму и объём. Знания о строении вещества позволяют объяснить многие явления. Например, почему ножи, вилки, ножницы остро оттачивают? Почему шины грузовых автомобилей и шасси самолётов делают значительно шире, чем шины легковых автомобилей? Почему по рыхлому снегу человек идёт с большим трудом, но, надев лыжи, идёт по снегу не проваливаясь? Во всех приведённых примерах наблюдается действие одних тел на другие тела. Автомобиль действует на землю, человек на лыжи, а лыжи действуют на снег. Действие одного тела на другое называется давлением. Давление в твёрдых телах передаётся по направлению действия силы. Следовательно, сила, с которой человек давит на снег, распределяется по всей площади лыж. Если сравнить площадь лыж и подошвы обуви человека, то можно заметить, что площадь лыж в 20-25 раз больше. Поэтому, стоя на лыжах, человек давит на каждый квадратный сантиметр площади поверхности снега с силой в 25 раз меньше. Также объясняется увеличение силы давления за счёт уменьшения площади колющих или режущих поверхностей. Если рассмотреть жидкость или газ, то частицы, из которых они состоят, свободно перемещаются относительно друг друга по всем направлениям одинаково, а также одинаково оказывают давление на стенки сосуда, в котором находятся. Переходим к практической части урока. Задание 1. Объясните, что изображено на слайде. На слайде изображён пример относительности движения. Например, пояс движется относительно полотна железной дороги, а мальчик, сидящий в поезде, движется относительно гор, а относительно человека, который сидит напротив, мальчик не движется. Задание 2. Что изображено на рисунке? На рисунке изображены молекулы трёхагрегатных состояний воды, то есть молекулы льда, жидкой воды и водяного пара. Подведём итоги урока. Сегодня на уроке вы познакомились с понятиями относительность движения, тело отсчёта, систему отсчёта, а также узнали о строении различных агрегатных состояний. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok